Здравствуйте! В эфире новости из УКГУ. Вначале коротко о главном. 16 апреля в Алматы в университете Сулеймана Демиреля прошла третья межзвузовская студенческая научная конференция. Развитие перспективы науки Казахстана глазами молодых, на котором студенты из Аплаказахстанского государственного университета заняли второе место. С 21 по 24 апреля в Тольятти прошла международная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-проектов «Бизнес Холидей». Команда Западно-Казахстанского государственного университета заняла второе место. 22 апреля в Казахстане прошла шестая республиканская предметная олимпиада по казахскому языку и литературе, с которого студенты Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохаммеда Тимисова вернулись со вторым местом. Студенты из специальности физической культуры и спорт заняли второе место на олимпиаде по теории методик физической культуры и спорта. среди студентов высших учебных заведений Казахстана. 24 апреля в университете прошел конкурс молодых поэтов-студентов «Отанга Туанда Ламажер Орнау Парас Борошим», посвященный 70-летию поэтессы, обладательницы Международной литературной премии Алаш Ахуштапах Тагиреевой. А теперь подробнее о новостях. 16 апреля в Алматы в университете Сулейман-Демиреля прошла третья межвузовская студенческая научная конференция «Развитие перспективы науки Казахстана глазами молодых», на котором студенты Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохаммеда Тимисова заняли второе место. На традиционно проводившейся конференции студенты ЗКГ показали хороший результат. Студенты второго курса филологического факультета специальности казахский язык и литература Абилова Зайра и Абдубали Асель заняли второе место. С 21 по 24 апреля в Тольятти прошла международная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-проектов «Бизнес-холдей» команда Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохаммеда Тимисова заняла почетное второе место. По Волжскому государственному университету сервиса завершила работу пятая международная деловая игра и конкурс инновационных бизнес-проектов «Бизнес-холдей» со школы молодых ученых «Школа инновационного предпринимателя». «Бизнес-холдей» стала отличной площадкой для обкатки студенческих бизнес-проектов. Цель мероприятия – стимулирование инновационной активности студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов. 22 апреля в Казаларде прошла шестая республиканская предметная олимпиада по казахскому языку и литературе, с которой студенты Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохаммеда Тимисова вернулись со вторым местом. Олимпиада проводилась среди студентов высших учебных заведений страны. Торжественное открытие состоялось на базе государственного университета имени Куркатата. В олимпиаде приняли участие более 80 студентов из 27 вузов страны. Они продемонстрировали свой потенциал и знание государственного языка. Интеллектуальные состязания прошли в три этапа. Мероприятие способствовало решению одной из главных задач, обозначенных главой государственного послания, воспитанию казахстанцев в новом формате формирования интеллектуальной нации с конкурентоспособным человеческим капиталом. По словам Жандоса Смогулова, доктора фитологических наук, данная олимпиада имеет большое значение будущего Казахстана. Воспитание молодых специалистов, востребованных кадров, достойность смены – один из актуальных вопросов. Студенты специальности физической культуры и спорт заняли второе место на олимпиаде по теории и методике физической культуры и спорта среди студентов высших учебных заведений Казахстана. 23 по 25 апреля 2014 года Казахская академия спорта и туризма прошла шестая республиканская студенческая предметная олимпиада по теории и методике физической культуры и спорта среди студентов высших учебных заведений Казахстана. Учающихся по специальности физической культуры и спорта. В Олимпиаде приняли участие 13 команд из всех регионов страны. Честь ЗКГУ защищали студенты факультета физической культуры и спорта Сисенов Жанат, Жасабаев Ирген, Махажанов Талгат. 24 апреля в университете прошел конкурс молодых поэтов-студентов Утанга Тугандалама Жерарнау по разборочкам, посвященных 70-летию поэтессы, обладательницы Международной литературной премии Алаш Ахуштаб Бахтагиреевой. В нем приняли участие 20 претендентов из вузов Алматы, Астаны, Караганды, Костаная, Семея, Актубе, Атрау и Уральска. Первое стихотворение они посвятили самой поэтессе, а во втором туре на суджури было предоставлено поэтическое сочинение на вольную тему. Среди участников сразу выделялась студентка из Западно-Казахстанского государственного университета имени Мохаммеда Тимисова Жадра Ерманова. Любопытно, что она родом из Аула, где родилась сама в штабах Туиреева. Чувствуя поэтаму свою особую ответственность, Жадра удачно показала в своем стихе неразрывную связь собственного творчества и жизни со знаменитой землячкой. Большое эмоциональное впечатление произвело ее второе стихотворение «О судьбе брошенного матери ребенка». Единогласным решением жюри Жадры Ермановой был присужден гран-при Мушайры. Студенты Карагандинского университета Балашах Аян Мираж и Абай Ураза заняли первые и третьи места соответственно. Студентку старственного университета имени Шакарима из семьи Арман Шерезатов удостоен второго места. Еще одно третье место досталось Лязат Макаш из Евразийского национального университета имени Гумилева. Лауреатам Ушайры были вручены денежные призы, не остались без наград и другие участники. На этом у нас все. Хороших новостей. До свидания.